19 октября отмечается необычный праздник, день написания письма в будущее. В Ивановской гимназии номер 23 старшеклассникам предложили пофантазировать, как изменится жизнь через 5, 10, 50 или 100 лет. Все мечты и желания ребята оставили на бумаге, а рукописи, как известно, не горят. Традиции писать послание самому себе или потомкам уже не одно десятилетие. Многие видят в этом особый, сакральный смысл, подразумевающий, что написанное непременно сбудется. Подобные письма в будущее нередко запечатывают в капсулы с назиданием открыть через определенное время. Авторы, как правило, пишут о жизни настоящей, с надеждой на светлое будущее для себя и потомков. Я написала письмо сама себе в течение пяти лет. Я очень надеюсь, что много чего изменится. Вопросы, которые меня срезают сейчас, будут довольно решенными. И что по истечению пяти лет я получаю это письмо и просто буду радоваться тому, что вообще было со мной. Я написал себе, напомнил себе о своих ближайших целях на ближайшие 5-10 лет. Поинтересовался у себя же самого о том, чего я добился. Пожелал себе удачи. Я также понадеялся, что у меня через 15 лет уже будет дело, которым мне на самом деле будет нравиться заниматься. Буду стараться на благо Родины. Многое, что беспокоит ивановских школьников сегодня, уже через несколько лет будет восприниматься совершенно иначе. Записать на листе все переживания и планы, а потом через много лет обратиться к ним – пожалуй, лучшая возможность обернуться на себя в прошлом. Это письмо про меня и про мои принципы, которые я в будущем собираюсь соблюдать. Поподробнее? Поподробнее. Я надеюсь, что не женюсь до 2030 года. Почему дать тебе желание? Я хочу сохранить свободу. Я думаю, лет через 5-7, ну, это будет мне еще очень близко. А вот уже через 10, я думаю, я надеюсь, что я повзрослею и мое мировоззрение изменится. Написала я, я написала о людях, которые мне близки сейчас, о том, о чем я переживаю после выпускного в 9 классе, о том, как мне учиться сейчас в 10. Если говорить о себе удается с трудом, можно пофантазировать, какой станет планета Земля через 50, 100 или даже тысячу лет. Как изменятся технологии, продолжительность жизни, колонизируют ли другие планеты. Я уверена, что на уроках истории в будущем будут досконально разбирать проблемы, которые существуют во всем мире и в нашей стране. А моей задачей же было рассказать и обратить внимание моих потомков на то, что главная душа все-таки, русская душа, известна своей щедростью, известно, как мы любим свою страну и дорожим своей семьей. Директор гимназии Елена Шурудила поддержала старшеклассников и тоже села за парту. Она пишет письмо своему 18-летнему внуку, который должен родиться через 7-8 лет. В ее мыслях это молодой человек, который вот-вот переступит порог взрослой жизни и закончит школу. Я представила, какой дружной будет наша семья, кто присутствует в этот день. Ну, тяжело, если честно, ощущать 70-летней бабушкой. Но то, что в душе я почувствовала по отношению к своей семье и представила, как это будет, у меня вызвало чувство радости и гордости. Мы попросили школьников прочитать одно предложение из письма. Согласились не все, уверяя, что содержание слишком личное. Ну что ж, мир из будущего, надеюсь, ты жива. Мне неизвестно, насколько лет больше прожат у тобой, чем мной сейчас. Однако было бы неплохо, если бы ты не жалела о пройденном пути. Никогда не отчаивайся, верь в себя, в свои мечты и помни, что все в твоих руках. Я надеюсь, что в будущем я смогу продать платиновый альбом и то, что мои друзья всегда будут со мной. Что я буду жить полной жизнью, а не как сейчас. Хочу тебе пожелать удачи во всем и помни, мечта двигателя прогресса. Большинство адресовало послание самому себе. Надеюсь, что через несколько лет юношеские проблемы сменят заботы посерьезней. Не случайно они захотели написать себе, потому что возраст подростка – это возраст, когда им интересно, прежде всего, все, что связано с их миром, с их жизнью. И они хотят поделиться тем, что они думают о себе сегодняшнем, заглянуть в свое будущее. Поэтому то, что написали дети самому себе, это объяснимо. Прозвенел звонок, и все работы легли на стол учителя. Ребята попросили сохранить их письма и через 10 лет вернуть, чтобы уже будучи взрослыми, вспомнить, что они думали и чувствовали в 2017 году. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.